Глава государства в своем послании сказал, что в стране необходимо запустить процесс осознанного и конструктивного партнерства между государством и обществом. Но в дружбе состоялся очередной мозговой штурм о том, как в новом Казахстане направить силы народа и чиновников в общее русло процветающей страны. Это очень символичное и особенное послание. По сути, был представлен план коренных преобразований во всех сферах. Это послание не только политические реформы, а реформы гражданского сектора для того, чтобы изменить нашу страну, для того, чтобы развивать дальше экономику. И только в развитии человеческой конкуренции, политической конкуренции, экономической конкуренции возможно обновление нашей страны. Новый формат совещаний и слуг народа. Принимать вопросы и предложения от электората, в данном случае от молодежи, и находить пути взаимодействия и решения задач на месте. Мы пригласили именно депутатов, мы пригласили членов общественных советов, притом председателей общественных советов, секретарей Маслихатов, чтобы они как раз выработали такую успешную модель этого взаимодействия. Почему? Потому что отслаженные работы всех наших секторов общественной жизни, активных граждан, вот будет зависеть, насколько эта задача будет успешно реализована. Формат «Сингтенс», это называется «Фабрика мыслей», помогает вот эти идеи, во-первых, вытащить с людей, а самое главное, потом эти идеи оценить и выбрать самый лучший. На сегодня эффективность работы госоргана, скажем, в сельских акиматах 50%. Взаимодействие для улучшения населения. Нет, вот предложение населения. Какой возраст взаимодействия между этими всех органами? Я вообще изначально думаю, что нам всем, нам всем, надо сначала мозги поменять. Давайте так и напишем, поменять мозга, поменять. Ищите. Команды и участники брейншторма не соревнуются между собой. Цель интеллектуальной игры в том, чтобы все члены команд услышали мнения и предложения друг друга, пришли к консенсусу и уже на своих местах реализовали свои идеи и проекты. Мы же все находимся на обсуждении. На обсуждении мы все люди. Просто у них имеются практические знания, у меня максимум теоретические. И как раз таки за счет взаимодействия нашего с ними мы обмениваемся опытом. И они высушивают идеи непосредственно людей как раз таки. Мы разрабатываем эффективные модели работы госорганов, общественных советов и маслехатов. Мы вырабатываем наилучшую модель для успешной реализации тех желаний граждан, которые они выражают в части благоустройства, скажем, качественного проживания. Все участники, независимо от возраста и регалий, сегодня работают в тандеме над общей целью. Быть не просто согражданами, но и партнерами в деле процветания и развития Казахстана. Рейс Мургунова, Алексей Мехедов, Ертис Экпарат.